Добрый день. Вы смотрите программу Информбюро Беседа. Я Алексей Фортиков. Гость сегодняшнего выпуска Александр Куриленко, депутат Думы города Ставрополя, руководитель Ставропольского городского отделения партии ЛДПР. Сегодня мы поговорим о позиции партии в отношении нашумевшей истории с хиджабами в сельской школе, об интернет-выборах, которые провела оппозиция и расширении границ краевого центра. Добрый день, Александр. Итак, первый вопрос. История с хиджабами в селе Каратюбе. Они говорили все чиновники всех уровней и просто обычные люди. Что думает об этом ваша партия, которая отличается позицией защиты русских людей? На самом деле населению Ставропольского края должно быть понятно, что те разговоры, которые проводили федеральные чиновники и краевые, они не всегда были корректными. Когда мы слышим противоречивые точки зрения министра краевого и министра образования российского, то мы понимаем, что так поступать и так вести себя чиновники не должны. Должна быть слаженная позиция, тем более по такому острому вопросу. То есть министр образования федерального позволил себе крайне некорректные слова. То есть, мол, можно носить и так далее. Ну, в пример приведу два таких государства, Турция и Тунис, где ношение хиджабов в школах, в высших учебных заведениях запрещено. У нас, если пусть чиновники откроют Конституцию, и министру образования федерального, я тоже советую это сделать, там написано, что Россия является светским государством. Вот когда ученик идет в школу, он в первую очередь туда идет для того, чтобы получать знания, не для того, чтобы показывать, кто он по национальности. У нас есть сегодня возможность, когда люди могут вместо хиджаб носить платки. Никто не будет против этого выступать. Но все-таки, если девочки эти хотят носить хотя бы платки, ваше мнение? Ну, во-первых, против этого никто не высказывается, и на позиции ЛДПР никто, как бы, мы не поступаем против этого. То есть это альтернатива ношению хиджабов. Это людей не раздражает в первую очередь, и не показывает какую-то религиозную принадлежность. Люди хотят носить это, пожалуйста. Никто же не говорит, чтобы там школьники ходили в школу с папахами, там, не знаю, с нагайками, или же ходили в лаптях в школу. Но никто же об этом не говорит. То есть школа это то место, где люди должны выглядеть хорошо и не выглядеть как-то вызывающе. Потому что для многих все-таки это является таким элементом вызывающим, потому что есть ассоциация определенных людей. Все мы знаем, когда проходили теракты, люди выглядели в определенной форме одежды. Тем более для России форма хиджабов, ну пусть почитают историю, культурная особенность, она не характерна. Это страны Арабского Эмирата. То есть в Турции, когда зашел вопрос о ношении хиджабов в школах, там сказали четко, если вам не нравится это, то переезжайте в Арабский Эмират и живите. В Турции будут ходить в школу дети, как и ходят в Европах. Хорошо, если будет школьная форма, это будет наверняка вопрос в Думе, а в Федеральной, что будет об этом говорить в вашей партии? Ну, знаете, мое мнение, в Государственной Доме в принципе не нужно заниматься такими вопросами. То есть это уровень родителей в первую очередь, они должны решить это. То есть это не уровень депутатов Государственной Думы решать, что должны носить школьники. Потому что все-таки это вопрос не столь высокого порядка. Лучше бы позаботились о социальной защите населения, о правопорядке, это более существенные проблемы, которые нужно решать. Мы считаем, что эта ответственность должна решаться полностью на родителей. То есть как родители решат, так и будет. То есть ЛДПР за форму, но не совсем как... Нет, ЛДПР выступает за то, чтобы дать право родителям выбрать самим, нужно им это или не нужно. Если родители считают, что не нужно, значит они не должны носить. Если родители считают, что нужно носить, потому что мы тоже должны понимать, что школьная форма, она не всегда является доступной. То есть это все достаточно дорого. То есть пиджачки, рубашечки, юбочки, там это вещь тоже дорогая очень часто. То есть тут нужно уже родителей каждого лично мнения спрашивать. Я знаю, что многие сельские территории не выступают за это. Многие городские территории не всегда с этим согласны. То есть это очень такая спорная проблема, которую родители должны решить в первую очередь. Второй вопрос как раз о мнении людей. Недавно в интернете прошли выборы в так называемый совет оппозиции, координационный совет оппозиции. Это было именно в интернете. Там участвовал такой креативный класс. Молодые люди такие, активные политические, активные в интернете. Там ваши люди участвовали. Участвовали ли и прошли ли совет? Ну давайте говорить достаточно четко. У нас в Ставропольском крае только два человека участвовало. И они не представляли никакую политическую партию. Лично я не участвовал в этих выборах. И координаторы местного отделения Ставропольского городского тоже не участвовали в этих выборах. Но я думаю, у каждого там своя причина. Для начала нам необходимо вообще разобраться, что такое оппозиция, которая сейчас себя так заявляет очень сильно. Чтобы людям было понятно, условно, давайте разделим всех тех, кто выходил на Болотную площадь, в принципе, на три таких категории. Первое, это те люди, которые были у власти, так называемые Невцовые, Рыжковы и так далее, то есть можно список там продлевать. Второе, это те люди, которые сейчас у власти, Пономарев, семья Гудковых, Собчак косвенно-некосвенно, человек далеко не бедный. И третье, это категория людей, которые хотят добраться до власти, Навальные, Удальцовы и так далее. То есть вообще складывается впечатление, что эти люди, по большей степени свои, не все, конечно, нельзя тут всех под одну гребенку ровнять, но у этих людей задача одна. Чем хуже в стране, тем им лучше. То есть вот все это, что происходит, выборы в коронавирусный совет, оппозиции, все это похоже лишь на борьбу за кормушку очередную. То есть кому она нужна? Это в первую очередь им нужно. Мне, честно говоря, выборы в коронавирусный совет напомнили выборы в Государственную Думу 4 декабря по уровню скандалов, фальсификаций, потому что то пропало около 640 тысяч рублей, людей, которые регистрировались там, то непонятно, кто занимается организацией голосования на сайте, то ли это помощник Навального, то ли это помощник еще близкого человека, который участвует в голосовании. Абсолютно непонятно, кто конкретно там голосовал. Нам говорят цифру 80 тысяч, но представься, население стороны 140 миллионов. 80 тысяч это вообще как бы малая часть. Это вот город Невиномыск и то, наверное, не дотягивает. Так в принципе явка города Ставрополь на выборах муниципальных, ну и на краевых. И плюс из этих 8 тысяч неизвестно, насколько там реальных людей. Там по большей степени такой сленговые боты, так называемые, да, то есть компьютерная программа, которая там принимает решение, за кого голосовать. Все это говорит о том, что люди, которые называют себя оппозицией, ну таковой они являются в принципе. Потому что кроме того, как критиковать, они ничего больше не могут, нагнетая ситуацию. Ну вот почитаем, давайте, статьи все, которые они пишут в ВКонтакте. Мы должны повышать уличное недовольство граждан. Мы должны выводить улицы протестовать. То есть у людей задача навести беспорядок в стране. Все. Ну не все, конечно, граждане, которые участвуют в голосовании, они, конечно, испытывают, имеют такую позицию. Многие, конечно же, думают о будущем страны, но таких людей единицы среди этих граждан. Так что говорить о том, что это были выборы, ну это не выборы, это очередная профанация была. Понятно. Теперь вернемся поближе к нам в Ставрополь. Поднялся вопрос о расширении границ города. Как-то, где-то, куда-то. Этот вопрос от ВИЦ-Губернатор донес в водокровую думу, если я правильно понимаю. Что вы об этом думаете, как городской депутат? Ну, вообще, вопрос о расширении границ города Ставрополь, он давно назрел уже. И наша партия, она неоднократно предлагала уже на разных совещаниях, на разных круглых столах этот вопрос поднять и все-таки довести до логического завершения. Ну, давайте смотреть на то, что происходит в Ставрополе. Это пробки, это нехватка земельных участков, это, в принципе, недостаточный уровень развития инфраструктуры. Все это налицо. То есть, на сегодняшний день этот вопрос можно решить только расширением границ города. У нас есть так называемые пригородные муниципальные образования. Михайлович очень крупный, Надежда, Демина, Верхнерусская, Татарка. Все эти муниципальные образования, они едут работать в Ставрополь, большая из них часть, да, и многие из них даже потихонечку сюда перебираются. То есть, это скопление людей, город Ставрополь, в современных границах, он не может потянуть уже. У нас есть пробки. Как их развивать? Никто не может прийти к этому мнению. По поводу расширения границ. Это в случае, как бы, такового, в случае расширения, реального расширения границ города Ставрополя, это привлечет к увеличению населения до порядка полумиллиона. Это значит, что увеличатся инвестиции в город Ставрополь, как таковое. Это дополнительные привлечения инвесторов из бизнеса. Это развитие инфраструктуры, развитие дорожной сети. Ну, я думаю, мы сможем и решить, у нас будет реальная возможность решить проблему с жильем, потому что у нас есть целая категория граждан, там, участники Южно-Осетинского конфликта, которым положены земельные участки. Многодетные семьи, об этом говорится. Но вот когда к нам на прием приходят женщины, у которой там трое детей, у которой квадратных метров 18 всего, и плюс у нее еще муж, пятый жилец, да, то, конечно, ей нужен участок. Она говорит, я готова строиться, но у меня нет участка, участок купить дорого. Вот сегодня в пределах Ставрополя современного нет участков свободных. Расширение границ как раз-таки берет к тому, что у нас будет возможность эти участки раздать тем людям, которые в них реально нуждаются. То есть это очень серьезное подспорье для того, чтобы решить жилищную проблему. Ну, помимо этого, нам нужно расширять и строить где-то дороги, да, объездные пути, а их строить негде просто-напросто. Вся земля, которая есть, она находится уже в чьей-то собственности. То есть, либо эта собственность находится в другом муниципальном образовании. Решите вопрос, если будет гораздо проще, когда это будет единое муниципальное образование, и земля будет приезжать к городу, то, конечно, мы сможем там проложить в определенном участке трассу какую-то, которая будет давать возможность там обеспечить больший поток. Когда мы пустим через город Старополь, ну, не через город, а за пределы города все большегрузные транспортные средства, когда мы дадим возможность людям не ехать, там, из Невиномыска в другой район через Старополь, когда они дадут, ну, у них будет возможность объехать. У нас же получается, что, несмотря на то, что есть все-таки дороги такие, больше ощущается людей через Старополь. Спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо.